Для многих лабытнанцев долгожданный летний отпуск становится все ближе. Мысли о купленных билетах скрашивают рабочие будни. Отдых – дело нехитрое, но все же иногда он может принести разочарование и чувство усталости. Мы собрали несколько советов, которые помогут подготовиться к путешествию и провести его с максимальной пользой для души и здоровья. Море, солнце, чистейший воздух и бескрайние пляжи. Что может быть лучше? Татьяна Истомина без преувеличения фанатка Крымского побережья. 20 лет подряд она с семьей ездит на отдых в Алубку. Ее час икс с каждым днем становится все ближе. Вещей в чемодан кладет по минимуму, а вот солнцезащитных кремов, масел и спреев – на любой случай курортной жизни. Южное солнце ласково и при этом коварно. На пляж без защитного крема я не хожу. Витамин Д очень полезный, но в разумных пределах. Полезные свойства можно получить только 15 минут нахождения под солнечными лучами. Если превысить лимит, можно с легкостью обгореть. Так что я использую крема с высокой степенью защиты, чередую с защитным маслом для ровного и красивого загара. Пассивный отдых не в правилах Андрея Шпачинского. Он в принципе не привык сидеть на месте. Так что свою отпускную программу старается наполнить максимальной активностью. Экскурсии, экстремальные сплавы, пешие прогулки – это отличный способ открыть для себя новые горизонты и чувствовать атмосферу настоящего отдыха, уверен Андрей. Для людей, предпочитающих длительные пешие прогулки, необходимо, конечно, обратить особое внимание на обувь. Желательно, конечно, чтобы это была обувь с ортопедической подошвой. Если возможности такой нет, то это должна быть как минимум мягкая подошва. Да, не обязательно это должна быть новая обувь в связи с тем, что когда мы надеваем новую, она все равно где-то притирается к ноге. А та обувь, которая уже на ноге была, она в принципе может быть удобной и приносить, наверное, в радость и пользу в пешем движении. Движение – это жизнь. Разменивать ее на пассивный отдых бессмысленно, уверен Петр Будаев. Эти выходные он с друзьями провел у подножья гор. Жили в палатках, сплавлялись на лодках. В отпуске активности не меньше. Прыжки с парашютом, гонки на квадроциклах, дайвинг, экскурсии. Жизнь дана один раз. И прожить ее надо как будто в последний раз, размышляет путешественник. Все зависит от самого человека. И если человек выбирает активную жизненную позицию, то он везде себе найдет приключения, отдых и туризм. И независимо от того, где это Крым, это Лабытнанги, Ямал-Ненецкий округ, у нас тоже очень много очень красивых мест, куда можно съездить. Есть люди, которые десятилетиями живут здесь и не видят того, что нас окружает. А оно не так далеко. Просто надо сесть на поезд, проехать один час, и перед тобой откроются удивительные виды природы. Абсолютно неважно, какое направление для отдыха вы выберете. Будет он пляжным, либо напротив, наполненным драйвом и экстримом. Главное в отпуске – безопасность во всех ее проявлениях. В сложной эпидситуации надежной защитой станет прививка. Если еще есть время, то обязательно вакцинируйтесь. И пусть ваше путешествие будет наполнено только яркими эмоциями. Светлана Кельсер, Геандропов, программа «Время местное». Продолжение следует...